Привет, друзья! Итак, в США шторм и пожары, наводнения во Владивостоке, засуха в Европе, жара на Олимпийских играх, а еще сотрясло Украину, землетрясения в Калифорнии и в Турции. Интересуют такие новости? Тогда поддержи нас лайком и комментарием, это важно. Ну а с вами самый ненаучный канал Сейншоу. Итак, начнем с наводнений. Владивосток ушел под воду, сильный ливень шел во Владивостоке не больше двух часов, но и этого хватило, чтобы на улицах образовались огромные лужи, в их числе район Приморского водоканала, где залило светофор и дорогу. Все службы работают в усиленном режиме, ведется мониторинг низменных участков и осуществляется спуск воды с проезжей части на участках, где образуется ее скопление. Кстати, как пишут местные СМИ, ситуация вполне обычная, вода вырывается из люков, есть запах канализации. Китайские туристы с ужасом и восхищением следят за уровнем воды, но в целом ничего такого, чего тут не видели. Аномальная жара накрыла Европу и вновь в инфополе Олимпийские игры в Париже, где, по мнению ученых, причиной сильнейшей жары стало изменение климата, да и в целом деятельность человека на Земле. Если бы люди сжигали куда меньше ископаемого топлива и вырубали бы меньше леса, температура на данный момент была бы на 3 градуса Цельсия ниже, считают эксперты. Ну а исследователи из World Weather Attribution заявили, что волны тепла, подобные этой, были бы редкостью без антропогенного изменения климата. В целом, по заверению экспертов, подобные события в регионе теперь можно ожидать раз в 10 лет. Во Франции, да и в целом в Европе, будет все жарче и жарче. В США пожары в парк Фаер, Калифорния в огне. Отметим, что штат на данный момент борется с 16 действующими лесными пожарами, причем пожар в парке является самым крупным на сегодняшний день. По данным Call Fire, с начала пожара было уничтожено около 640 строений. Жара и сильный ветер мешают тушить огонь. В настоящее время с огнем борются около 7 тысяч человек, которые используют 44 вертолета и 536 пожарных машин. Для справки, по данным департамента, количество пожаров в этом году намного превышает как прошлогодние показатели, так и средние показатели за 5 лет. По некоторым данным, аж в 10 раз. В Испании выпал град. Как пишут местные СМИ, сильный град повредил около 1000 домов и 300 транспортных средств в Испании. Мощный разгул стихии накрыл жителей в центральной Каталонии. В целом, летящие с неба ледышки были не такие уж и большие, как в июне месяце. Диаметр некоторых градин достигал от 2 до 4 сантиметров, чего вполне хватило нанести немалый ущерб. В муниципалитете Сан-Паре-де-Торелья нанесен ущерб 30 из 40 компаний в промышленной зоне. Очевидцы засняли на видео поврежденные крыши домов, автомобилей и другие разрушения. На Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна. Фонтан лавы из кратера Вараген образовал облако пепла, которое достигло высоты 10 километров над уровнем моря. Об этом сообщила итальянская газета Ла Стампа. Вулканический пепел затронул коммуну Джары, город Ачириали, коммуны Мила и Дзефирана. Кроме того, международный аэропорт Катании из-за извержения Этны задержал, отменил и перенаправил в другие аэропорты некоторые рейсы. Этна – один из самых активных вулканов в мире и самая высокая островная гора Средиземноморья. В июне 2013 года вулкан занесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Раннее извержение вулкана произошло в начале июля текущего года. Сильный град в Канаде нанес немалый ущерб аэропорту Калгари. Людей эвакуировали из здания, а еще в результате проливных дождей начался потоп. Под воду ушли некоторые районы. Местные власти вели режим ЧС в городе на фоне разгула стихии, а именно сильного ветра, скорость которого достигала 90 км в час, ливня и града. Как отмечают жители, размером он был с бейсбольные мячи. Сообщается, что непогода уже нанесла ущерб домам, разбила многие окна, побила машины. На кадрах, которыми делятся местные жители в соцсетях, видно, как белая пелена окутала улицы города. Видимость приближена к нулю. И снова землетрясение в Турции, а точнее в турецкой Адане. Произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции Афат. Эпицентр землетрясения находился в районе Казан. Толчки зафиксированы в 5,32 по местному времени. Очаг залегал на глубине в 7 километров. Глава администрации Казана сказал, что сообщение о пострадавших разрушениях не поступало. В Калифорнии произошло два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,2. Как заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре, землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали неподалеку от Лос-Анджелеса. Специалисты зафиксировали эпицентр подземных толчков в 31 километре южнее города Бейкерсфилд. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров. Позже неподалеку от Лос-Анджелеса произошли толчки магнитудой 5,2. В Украине ожидают мощное землетрясение. И это не шутки. Землетрясение в 7,7,5 балла ожидается на Украине в ближайшие годы. Об этом сообщил украинский геофизик Владимир Шлиховой. По его прогнозам, мощное землетрясение может произойти в сейсмоактивной зоне Вранча. Такое сейсмическое событие представляет опасность для Украины. Добавив, что за последние 14 лет в Полтавской области страны произошло два десятка землетрясений. Самая крупная из них в 2015 году магнитудой 4,8. А еще 7 лет назад в Одесской области сотрясло магнитудой 5,7, эпицентр толчков зона Вранча. Ну что скажете, друзья, рекордное землетрясение сотрясет Украину, а еще обещают в США и Японии. Как думаете, реальность ли это или очередные страшилки? Пишите, что думаете и не болейте. Всех благ.